В четверг на внеочередном заседании областного парламента был окончательно принят главный финансовый документ будущего года – бюджет региона. Согласно ему, доходы прогнозируются на уровне 30,5 миллиардов рублей, расходы – 33 с небольшим миллиардов. При этом предельно допустимый дефицит составит 2,7 миллиарда рублей. Расходные обязательства бюджета увеличены на 130 миллионов. При этом 130 миллионов правительством по нашим предложениям распределены на реализацию наказов избирателей на предстоящий 2014 год. Поэтому произошло не сокращение расходов, а увеличение расходов. При этом увеличение расходов в первую очередь на те статьи, которые являются самыми острыми по мнению депутатов. А по мнению депутатов наиболее остро стоит проблема села. На 22 миллиона увеличится финансирование под программы по развитию сельских территорий. 5 миллионов рублей необходимо направить на единовременные компенсации молодым медикам, работающим в селе. И почти 6 миллионов на содержание Государственного музея Палехского искусства. В число острых статей расходов в который раз не вошли компенсации детям войны, которые так рианно отстаивают думские коммунисты. Те минимальные просьбы, я уж не говорю о всех предложениях, которые мы, но те, которые на поверхности, это я их озвучил, сокращение средств на ПСД для инвестора, авиаперевозки, где, как выражался, жирные коты летают. Хотя бы и сократить и предусмотреть финансирование вот этого законопроекта детям войны 141 миллиона. Вообще мимо ушей. А Александр Павлович заявил, что этот вопрос для департамента финансов с детьми войны закрыт. Я не знаю, как говорят о правительстве, но для меня он закрыт. 3 миллиона рублей направлены на развитие в регионе системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру 112. Правда, особой потребности в этой системе пока нет, но федеральные власти настаивают. Значит, надо. С учетом того, что все эти расходные обязательства определены принятыми нормативно-правовыми актами Российской Федерации, мы полагаем обязанными принимать соответствующие решения, чтобы они реализовывались на территории Ивановской области. То есть все решения, о которых вы сказали, это решения, принятые в исполнении нормативно-правовых актов, принятых на уровне федерации, либо федеральных законов, либо указов президента Российской Федерации. Но и свои статьи расходов чиновники немного подужали. Так, в областном правительстве решили на 10 миллионов уменьшить расходы на содержание представительства региона в Москве и выставочную ярмарочную деятельность. При этом другие представительские расходы, автопарки и прочие блага для чиновников различные государственные структуры оставили без изменения.